Ни тепла, ни уюта. Карагандинцы страдают от халатного отношения властей к обеспечению теплом. С 98-го года жители Михайловки вынуждены отапливать свои дома своими силами. Кто-то установил электрические обогреватели, а кто-то и вовсе топит печи прямо в квартире. В ситуации разбирался наш корреспондент. Свету нет, все помирай. Ну это что такое? Вот уже на протяжении 16 лет жители Михайловки не могут элементарно насладиться домашним уютом в тепле и спокойствии. О спокойствии говорить не приходится. Постоянное повышение цен на электричество приводит жильцов в ужас. Ведь единственная возможность пережить морозную зиму для карагандинцев – это электрические обогреватели и буржуйки. Я таскаю уголь на четвертый этаж, девчата. Но это куда дело ходить? Вот дрова надо собирать, надо топить. А у петика попит? Да, буржуйка стоит в этой ванне. А так на электричестве 15-16 тысяч платим за свет. А теперь говорят, подорожает. Как говорят страдальцы, отношение властей к данной ситуации неизменно. Кто ответственен за обеспечение теплом их домов, для жителей остается загадкой и по сей день. Я обращалась к актимату города, сама лично ходила. Все приезжали здесь все. Были, были. Только толку нет. Большие затраты. Таким образом, решение проблемы отопления по улице Осевая упирается только в финансы. Однако инициатива и поддержка городских властей наверняка помогла бы уже давно решить этот вопрос. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok